Привет, мир! Очень рада тебя видеть! Сегодня решила записать для вас такое видео, что-то вроде книжных планов, слэш разговоры по душам. В общем, я расскажу о том, как у меня дела, что я сейчас считаю и почему так вышло, какие видео собираюсь снимать на канал, то есть мои планы на контент, и немножечко книжных планов на ближайшие полтора месяца примерно. Так что предлагаю вам заварить себе чаёчек или кофеёчек, налить свою любимую чашку и провести немножечко времени со мной. Надеюсь, что вам будет интересно. Давайте начинать! Честно признаться, я вообще тут перед вами как бы в пижаме сижу. Вот купила себе новую пижаму, и вот теперь захотела перед вами покрасоваться. Честно говоря, я до сих пор не могу обкрематься от 24-часового чтения, точнее от его съёмки и монтажа. Я просто хочу обратиться ко всем людям, кто снимает такой формат влоговый, книжный, и сказать, что вы просто герои, потому что это действительно трудно. Во-первых, удерживать свой фокус на чтении так долго, при этом снимать, думать одновременно об очень многих вещах, и потом ещё монтаж. Часовые ролики всегда монтируются достаточно непросто, так что просто всем моим коллегам восхищение! Я с вами, вы самые лучшие, это капец, как круто, и мы с вами большие молодцы! Так что я до сих пор не могу выспаться, и никакие патчи, зелёный чай, и всякие массажи гуаша не помогают, если вы понимаете, о чём я. Как бы 28 лет уже, да? Стоит позаботиться о том, как ты выглядишь вот тут, вот как бы. В общем, мне кажется, что я до сих пор не могу выспаться, и если вы замечаете мои мешки под глазами, я приношу свои извинения. Я правда ничего не могу с этим сделать! И несмотря на все сложности, которые я испытывала в процессе создания этого видео и его монтажа, я поняла, что на самом деле формат такой влоговый мне нравится. В этом есть какая-то изюминка, в этом есть какая-то вот человеческая харизма. Честно говоря, я сама очень люблю смотреть вот такие живые ролики. Меня они привлекают даже больше, чем ролики постановочные с хорошим бэком, с хорошим светом. Это книжный ютуб, да, сегмент. Это всё про эмоции, это всё про то, что человек чувствует, когда читает книги. Поэтому, конечно же, я очень ценю живые эмоции, и мне самой нравится такое смотреть, наверное, поэтому мне самой понравилось такое снимать. Короче, классный формат, я планирую ещё его снимать, но я поняла, что очень основательно нужно подходить к выбору литературы, потому что если тебе попадается плохая книга, это всё очень портит. Потому что в итоге влог может получиться не таким хорошим, как ты хотел бы этого. Может быть, эмоции будут не такие, какие ты хотел бы. Так бывает, что книга, например, плохая, и она вызывает у тебя прям бомбёжку. Это норм. А когда она плохая, и ты просто безразличен к ней, к тому же, это получается очень... не очень. Поэтому нужно подходить к выбору книг основательной, я поняла, и нужно прям очень заранее, в моём личном случае, продумывать, какую, по крайней мере, классическую литературу я буду читать, чтобы это было не скучно, не больно. Потому что, честно говоря, у Ильяма Голдинга это было жутко. Но я всё равно рада, что прочла его в марафон. Я не знаю, взяла след за него просто так. Ну и, конечно, благодаря марафону я начала читать Хемингуэя, который разрушил просто все мои книжные планы, какие-то наработки, всё, что я хотела читать из современной литературы, из этой потрясающей стопочки, которую я вам показывала. Там столько всего интересного. Что я читаю? Библиотечную книжку. Вы уже видели. Когда этот Хемингуэй я читаю, прощай, оружие. Я дошла до середины примерно. Я согласна с тем, что, чтобы читать Хемингуэя, представителя потерянного поколения, нужно иметь особенное настроение, потому что нужно понимать, что этот человек пишет о какой-то безысходности, о бесконечном страдании. Им всем казалось, что война никогда не закончится. Во-первых, что в войне нет никакого смысла. Во-вторых, что это страдание никогда не закончится. И в-третьих, они все очень глубоко увезвленные, очень глубоко раненые войной люди. И ее последствиями этой войны, и потом новой войной. К тому же сам Эрнест Хемингуэй был обладателем очень тяжелой судьбы. Как бы и в процессе написания, да, прощая оружие, он там перемещался с места на место очень часто. Он долго писал этот роман. И к тому же в этот период он узнал о смерти, самоубийстве собственного отца. На него это тоже... Он наложил определенный отпечаток и на его роман, соответственно. Поэтому роман, честно говоря, болючий. В нем витает вот какая-то такая атмосфера безысходного страдания. Конечно, это непросто. То, что я сейчас читаю эту книгу, наверное, еще не очень хорошо, потому что следующую книгу, которую я возьмусь читать, она будет в разы хуже. Она будет прям... Как объяснить? Эту книгу люди, в общем, боятся читать, потому что, ну, она капец какая болючая. Она болючая, странная, грязная и так далее. Здесь мы плавненько переходим к моим книжным планам. Честно говоря, в этом месяце я вообще прочитала как будто бы мало, по крайней мере, мне так кажется. И какой-то темп у меня чтения очень медленный. Ну, знаете, такое бывает. Я так полагаю, что у меня какое-то похмелье от неаполитанского квартета. Я дочитала его. Я читала его беспрерывно, все четыре книги друг за другом. Я не думала, что после такой истории у меня будет книжное похмелье, но должна сказать, что даже вот спустя, там, сколько, две недели после того, как я дочитала последнюю книгу, у меня в голове крутятся мысли об этом квартете. В общем, в связи с тем, что мне кажется, что я читаю мало, я пытаюсь понастроить себе какие-то планы, чтобы мне было само интересно. Такое ожидание от того, что ты возьмешь какую-то книгу в руки и начнешь читать, это не менее приятно, чем само чтение. Поскольку мне понравился формат влогового чтения такого, я хочу снять читательский дневник, я уже, мне кажется, говорила в одном из видео, на очень сложную и очень большую книгу. Сложная эта книга, как я уже сказала, во всех отношениях. Она о непростом периоде мировой истории, это о войне. Эта книга действительно большая, там, больше тысячи страниц. Эта книга очень спорная. Эта книга получила много премий. Эта книга грязная и порочная. И сейчас игра. Я предлагаю вам угадать, написать мне внизу в комментариях, читательский дневник, на какую книгу я собираюсь снимать, учитывая те характеристики, о которых я сказала раньше. И еще напишите мне, пожалуйста, внизу, на какую книгу вы бы хотели, чтобы я сняла какой-то вот влог. Читательский дневник, может быть, книжные выходные или неделю чтения. Может быть, вы хотели бы увидеть читательский дневник на какую-то книгу. Может быть, она даже есть в моих покупках. Так что буду рада почитать ваше предложение. И буду смотреть, сможете ли вы угадать. Я думаю, что заядлые читатели и внимательные подписчики моего канала поймут, о какой книге я говорила. В общем, в начале мая вас ждет читательский дневник. Также я собираюсь в следующем месяце. В апреле уже, наверное, нет, но в мае точно. Снять какой-то влоговый формат. Может быть, несколько дневный. Да, там три на три книжные выходные или неделю чтения. И, честно говоря, у меня очень много книг от Фантом Пресса. Подписчица под моими последними 24 часами чтения под этим видео написала, что все ждала, когда же я прочту «Вождание Бажанглза». У меня не получилось прочитать, потому что не хватило времени из-за моего темпа чтения. И я в этом видео подтверждаю, я ответила ей в комментариях, и сейчас подтверждаю, что я торжественно обещаю в следующий влоговый формат прочесть эту книжку, потому что я тоже уверена, что мне эта книга так же, как и вам, очень понравится. Я так же нежно полюблю ее, как и вы. Так что, возможно, где-нибудь в мае я сниму где-нибудь 3 на 3 или книжные выходные, включу туда «Вождание Бажанглза» еще какую-нибудь книгу Фантом Пресс. Вообще, я не знаю, хорошая ли для меня идея строить какие-то книжные планы, потому что я хочу прочесть одно, а в результате нападения Эмиронеста Хмингуэя на меня происходит. И тогда я задаю себе вопрос, Аня, здравствуйте, как бы, «А для чего ты покупила себе там 20 книжечек? Для чего ты покупаешь это все?» Есть автор, с которым я очень хотела познакомиться в этом месяце, но это уже, скорее всего, не получится, так что в мае «Точняк», это же у Макабре, у меня уже 4 его книги, я уже говорила. «Я исповедуюсь», «Тень Евнуха», «Голоса помана» и «Ваша честь». Честно говоря, я не знаю, с чего начать. Я буду читать книжку о войне, скорее всего, «Голоса помана» там тоже 44-й год фигурирует, может быть, не стоит ее брать, может быть, все-таки взять вашу честь или «Тень Евнуха». Наверное, «Я исповедуюсь», я оставлю на потом. Начнем с книжки какой-нибудь полегче. Так что «Жоу Макабре» ждите в мае будет. Помимо «Жоу Макабре» я очень смотрела на какую-то большую, толстенькую книгу «Фантом Пресс». Я смотрела на «Эмпайр Фоллс», «Рассечение Стоуна», на «Беллу Германию». И просто для каждой из этих книг должно быть какое-то особенное настроение. «Эмпайр Фоллс» написан как бы веселым языком про американский городок. «Рассечение Стоуна» — это более серьезная такая литература. Она о более глубоких вещах, социальных, политических, личных драмах. «Белла Германия» — это вообще семейная сага, такая горячая, чувственная. Так что в следующем месяце я бы хотела взять какую-то из этих книг. Почему-то я так жду с ними встречи. Они мне заранее так нравятся, что встречу с ними я как будто бы все время откладываю. Так нельзя с ними, мне кажется, они обидятся, могут мне не понравиться в таком случае. Я не знаю, в каком настроении и состоянии я буду через две недели после прочтения одной очень страшной книжки. Но примерные планы я уже вам озвучила. «Читательский дневник», значит, на эту книжку, потом какой-то влоговый формат. Наверное, скорее всего, это будет «Фотон Пресс». «Жо Макабре» точно в планах будет. И какая-нибудь толстенькая книжка. Еще. Я люблю толстенькие книжки. У меня есть еще «Робертсон Дэвис», и я так смотрю на его Депфордскую трилогию. Это такая красивая книга, она эстетически мне очень нравится. Я очень хочу начать ее читать. Но это опять цикл, то есть там три книги больших. И мне страшно начинать это читать, потому что я только что отошла от неаполитанского квартета. Как оказалось, циклы меня просто засасывают вот так вот. И я там остаюсь просто. За мной дверь закрывается и не открывается. Мне приходится искать какие-то лазейки, чтобы оттуда выйти. Вот примерно в таком состоянии я даже сейчас нахожусь. До конца еще не выкарабкалась из этого цикла. Я столько хочу прочесть, и я прямо не знаю, как хватит у меня на все это времени. А строить какие-то четкие планы по прочтению литературы я не буду. Это такое ограничение, такие рамки. Зачем мне это? Не хочу ограничивать себя каким-либо списком. Хочу оставить себе место для маневра, скажем так, чтобы дать возможность представителям литературы, о которой я не думаю повседневно и не смотрю на полки, врываться в мою жизнь. Таким, как Эрнест Хемингуэй, Жоржи Амаду, не знаю, Флабер или Стэндаль, с которыми я очень давно хотела познакомиться. Вы читали «Красное» и «Черное»? Я очень хочу. У меня даже скачано на электронную книгу уже сто лет. Вы понимаете, да? Проблема человека, который хочет прочитать их до 700 миллионов книг в день. Короче, я стойко наговорила, мне кажется, что это бесконечное видео. О, макат. Ребята, ну что, у вас стало значительно больше. И в связи с этим я хочу поблагодарить всех и каждого, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Я это бесконечно ценю. Я очень вам благодарна за это все. Вы каждый из вас удивительный человек для меня. Напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, какие форматы вам нравятся. На ваш взгляд, какой формат мне бы подошел больше всего, что вам бы хотелось от меня увидеть. Может быть, мне стоит пореэкспериментировать. Так что я открыта к новым предложениям. Буду рада с вами пообщаться и выслушать мнение ваше. Надеюсь, что вам понравилось видео сегодняшнее. И вам понравилось проводить со мной время за чашечкой чего-нибудь горяченького. На мой взгляд, это прикольная душевная рубрика. Подписывайтесь на канал, если вы еще нет. Ставьте, пожалуйста, колокольчик. Поставьте лайки. Это все будет для моего канала полезно. А мне очень приятно. А вам совсем не трудно. Вас всех я крепко обнимаю, целую и до встречи в следующем видео. Пока!